5 июня в стране пройдет второй крупный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана. Депутаты Сената, мажелисы, члены политических партий и общественные деятели сейчас ведут активную разъяснительную работу с населением на территории всего государства. Напомню, изменению подлежат 33 статьи основного закона. Нацелены они на создание нового, лучшего Казахстана. За 30 лет независимости в стране сложилась суперпрезидентская форма правления. Как отмечают политологи, тогда это было необходимо. Но теперь мир изменился и нужна новая президентская республика с сильным парламентом. Сегодня депутаты филиалов североказахстанских партий проводят разъяснительную работу с трудовыми коллективами. Ведь осведомленность и политическая активность населения сейчас выходят на первый план. Если раньше все решения принимал президент, члены Сената и мажелиса, то постепенно власть будет больше переходить к народу. На сегодняшний день мы провели две встречи на двух предприятиях. На мое усмотрение, что люди более стали активны политически, больше интересуются политической жизнью страны. Задают очень много вопросов по реформам. И много вопросов задают о пенсионном возрасте. И второй вопрос – это люди задают о земле, о частной собственности. Как получить быстрее, почему идут задержки такие в получении земельных участков. Я надеюсь, что наша работа по разъяснению реформ в Конституции приведет к голосованию, чтобы люди пришли 5 июня 2022 года все на избирательные участки. Продолжение следует...